Уборка снега на дорогах Рязани происходит в круглосуточном режиме. Большая часть работ выполняется в ночное время суток, поскольку дороги в это время оказываются свободны от транспортных средств. За прошедшие сутки для уборки города было выделено более 120 единиц снегоуборочной техники. В результате было вывезено 6,5 тысяч кубометров снега. Для механизированной уборки города в учреждении имеется порядка 100 единиц специализированной техники. Для ручной уборки учреждение привлекает 185 рабочих по благоустройству. Рабочие по благоустройству убирают от снега дорожки в парках, скверах, тротуары и остановки общественного транспорта. Особое внимание мы сейчас обращаем на очистку пешеходных переходов для обеспечения доступа пешеходов на проезжую часть. Уборка снега в городе происходит в несколько этапов. В первую очередь выполняется очистка главных дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Эти дороги уже свободны от снега и автомобилистам удобно по ним передвигаться. Что касается второстепенных дорог, на них еще остаются снежные завалы. Автомобилям приходится самим прокладывать свой путь. Но уже сейчас началась работа по уборке этих участков. Уборка второстепенных улиц, соответственно, осуществляется во вторую очередь. И поэтому вот есть несколько такая разница, но она преодолевается с небольшим промежутком времени. Заваленными снегом остаются и дворы жилых домов, за уборку которых горожане регулярно платят коммунальные взносы. Некоторые жильцы своими силами с помощью лопат расчищают подъезды своих домов. Другие обращаются в управляющие компании для выполнения теми своих обязательств. Вы вправе в дальнейшем требовать компенсации и морального вреда, и взыскания штрафа за нарушение добровольного порядка удовлетворения ваших требований. А добровольный порядок – это ваши претензии, в которых вы указываете, что вы недовольны качеством и безопасностью тех работ, за которые с вас взяли немалые деньги. Снежные завалы во дворах и придворовых территориях не только мешают людям ходить, они могут привести к нежелательным последствиям. Люди, перебираясь через сугробы, рискуют получить травмы, испортить свое имущество или одежду. В этих случаях рязанцы могут потребовать компенсацию ущерба у своей управляющей компании или у той организации, которая является ответственной за содержание той территории, на которой был причинен ущерб.